МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии. Вода по расписанию. Жители республики испытывают нехватку питьевой воды. Все дороги ведут в храм. В Санкт-Петербурге осветили воссозданный храм Рождества Христова на песках. Осознанная необходимость. В республике продолжается прививочная кампания. Из-за аномально жаркой погоды жителям некоторых деревень и сел не хватает питьевой воды, колодцы высохли. Модернизация системы водоснабжения еще в планах. Водонапорные башни только ремонтируются, а пить хочется сейчас. Наша съемочная группа побывала в деревне Ишлеи. Хорошо, чтобы вчера дождь шел. До живой воды пришлось ведами таскать и заливать бочки, налить, чтобы поливать. Пусть на некоторое время, но природа все же выручила. А так у жителей уже сложился свой режим. Каждое утро они встают в одно и то же время и определяют ранний подъем не петухи, а местная коммунальная служба. У нее свой график подачи воды. Прозевал, значит, остался с пустым ведром. Вот открываем водичку и смотрим, как она у нас сильно течет. Вот так вот. Это целый день. Вот тут с пяти до шести включают. И то сами уже включаем. И вечером. Подают воду дважды в день. Люди успевают набрать литров 100-200, а то и меньше. И этого хватает разве что на бытовые нужды. А вот напоить скотину и полить огород не всегда. Эмоции жителей можно понять. Вообще, когда мы эти участки покупали, нам говорили, что газ и вода будет. По проекту, когда эти участки нарезались, есть место, где должна находиться эта башня. Но никаких движений со стороны администрации мы не видим. Сейчас мы вот вообще все дрожим. Не дай бог где-то пожар. Ну, мало ли что. Здесь же с детьми все. Воды нету. Даже ведра воды пойти плеснуть. Нету. Ну, нету воды. Оттапливается электричество. Проводки не выдерживают. И вот сгорел дом. Здесь детки маленькие там были. Жаркий сезон. Насос работает на износ. Но живительная влага все равно не доходит до верхних улиц. Юрий Рогов рассказывает, что жители даже небольшой ремонт водобашни затеяли. Не помогло. Первый раз, когда мы варили улицу, дырка была, вот, крепление есть, лестница. С той стороны была дыра. Мы ее заварили. Вода потом пошла. Но сейчас у людей много стало. Лето. Не хватает. У коммунальщиков свои оправдания. Клажа у нас там, которая существующая, качает все в час, 10 кубов в час. И получается 240 кубов в сутки. Можно сказать, что насос работает беспрерывно, круглые сутки. Ну, там мы по просьбе населения, мы сейчас начали подавать воду по графику. Утром в 5 часов и вечером тоже в 5 часов. И по факту, получается, потребление воды превышает дебет воды. Вот, если посмотреть, сравнить май месяц с июнь месяцем, потребление, расход электроскопередии у нас в 3-4 раза по сравнению с майем месяцем. Ну, фактически, значит, получается, и расход холодной воды увеличился в 3-4 раза. Запаса воды в водонапорной башне явно не хватает. Выход один. Необходимы новые источники воды, новое оборудование. Новоишлейская, строительная, молодежная, западная и Победы. Новая башня нужна на новые 5 улиц. В этом году жители снова подняли этот вопрос и написали обращение к главе республики Олегу Николаеву. Чтобы раз и навсегда решить проблему, инициативная группа решила собрать деньги на новую башню. 15% от стоимости башни. 276 тысяч. По 5 тысяч все. Вот мы собрали эту сумму. И сейчас вот пытаемся, чтобы нас включили вот в эту программу. У нас все готово. Мы деньги можем перевести и все. Уже перевели. А, уже перевели даже. Ну вот что-то пока никаких сдвигов. Впрочем, проблема нехватки питьевой воды остро стоит не только в Чебоксарском районе. Где-то не хватает денег, где-то расторопности местных чиновников. В итоге каждое лето вода в дефиците. Только за прошедшую неделю Центром управления регионов зафиксировано более 50 подобных обращений. Эта проблема актуальна для жителей Комсомольского, Порецкого, Марпосадского, Ядринского, Янтиковского, Чебоксарского районов. Это проблемы с водонапорными башнями, с колонками. Жители обращаются через портал обратной связи. Также многочисленные обращения поступают напрямую на главе Чуварской республики. И в социальных сетях. Заявка направлена на рассмотрение в Минсельхоз. И если проект одобрят, работы будут сделаны к концу октября. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. АЛЛАТРЬ словно вернулся в 2010 год. Помимо жары и духоты в городе еще и дым на половину свалки тлеет. Выяснением причин занялась прокуратура. Вот уже пять дней жители АЛЛАТРЯ дышат гарью и дымом. 25 июня загорелся полигон твердых бытовых отходов. В администрации города сообщили, всему виной аномальная жара. Местные жители бьют тревогу. Открываем окна на ночь, чтобы вдохнуть свежий воздух. А в итоге задыхаемся запахом свалки. Это нормально? Кто там главный? Вы живете не в АЛЛАТРЯ? У нас ведь дети. Такая жара стоит. А ночью дымом дышим. О чем вы думаете? О людях? Ни двери, ни окна нельзя открывать. Кругом дым. Прямо как снаряды взрываются эти, как называется, банки. Банки, банки взрываются, ну, я говорю, как в 41-й год. И вот такие пироги. Головные боли, а у меня вообще, как вот, давление 200 скачет. Пожар локализовали, место возгорания засыпали землей. Их продолжают отсыпать грунтом, но горение продолжается, и в воздух поступает большое количество вредных химических веществ. Выявлено нарушение технологического процесса, а именно надлежащая работа по уплотнению и промежуточной изоляции отходов грунтом, не осуществлялось. Отходы не разравнивались и не измельчались. Отсутствовало достаточное количество грунта, необходимого для уплотнения и промежуточной изоляции твердых бытовых отходов. Собственник полигона – компания «Чистый город». Против нее возбудили административное дело. Директоры обязали устранить нарушения. Новые правила хорошего тона. Продвинутые люди вместо «Привет» говорят сейчас «Привет». А если серьезно, все больше и больше людей считают вакцинацию осознанной необходимостью. В поликлинике номер 2 2-й городской больницы желающих вакцинироваться немало. Защитить себя от всем известной болезни решили, что называется и старый млад. Семья Липатовых пришла на вакцинацию, записавшись в регистратуре. Глава семейства признается, что в нынешнее время вакцинация стала и вопросом безопасности, и вопросом комфорта. Жить хотим. В прошлом году переболели коронавирусом и решили в этом году продолжить жизнь. Конечно. Потому что люди мы в возрасте, а возрастные болеют чаще. Поэтому я считаю, что нам необходимо прививаться. Хочется ходить уже без масок. Лилия Латкова заболела COVID-19 в ноябре прошлого года. А сейчас, несмотря на имеющиеся в организме антитела, решила вакцинироваться. О разнообразии прививок много читала, обсуждала со своими знакомыми и, разумеется, с врачом. Для того, чтобы наши дети были лучше, в будущем жили, я считаю, что каждый должен прийти на это дело. Я пытаюсь сама же вести с людьми об этом разговоры. На сегодня вторая городская больница вакцинировала около 6 тысяч человек. Здесь работают два стационарных пункта при двух взрослых поликлиниках и два мобильных пункта, которые выезжают на производственные предприятия, к маломобильным гражданам и в торговые центры. Часто задаваемый вопрос среди вакцинирующихся и тех, кто еще в раздумьях. Нужно ли привиться, если в организме уже есть достаточное количество антител? К сожалению, вирус мутирует и появляются новые мутации вируса. И те антитела, которые выработались в процессе заболевания, например, при болезни в прошлом году, осенью или летом прошлого года, к сожалению, не всегда защищают против новой мутации вирусов. И мы видим, что люди заболевают и пневмониями, и с тяжелыми осложнениями, даже имеющие антитела. Поэтому мы призываем всех, даже, возможно, и не проверять антитела, не тратить на это время, а сразу приходить в пункты вакцинации. Сегодня сделать прививку могут все желающие старше 18 лет при наличии паспорта, медицинского страхового полиса и СНИЛС. Ульяна Пятакова, Бахтияр Вилиев, Республика. Глава Чувашии Олег Николаев взял под контроль выплату задолженности по заработной плате. Ситуация на крупных предприятиях, где работодатель вследствие пандемии до сих пор не доплатил или вовсе не выплатил заработную плату, обсудили на заседании межведомственной комиссии. Меры ответственности должны быть соразмерным нарушением, заявил Олег Николаев. В поле зрения попали производственная инжиниринговая компания «Элби», которая сдолжала зарплату своим работникам с марта этого года, и предприятие «Чувашский бройлер», где продолжается распродажа имущества. Кроме того, обсудили сложные ситуации, связанные с пренебрежением, правилами охраны труда и гибелью людей на производстве, особенно когда с работником не оформлены трудовые отношения. В этом случае семьи погибших остаются без господдержки. Вообще борьба с неформальной занятостью требует более последовательного подхода. Олег Николаев считает, необходимо установить дополнительные требования к участникам конкурсов и аукционов, с тем, чтобы они подтверждали необходимые компетенции и наличие трудовых ресурсов. В Чувашском государственном аграрном университете появится новый учебный курс, который будет рассказывать студентам о коррупции и как с ней бороться. Об этом рассказали на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Коррупция в учебных заведениях достаточно частое явление. По данным прокуратуры, только в прошлом году в одном из ведущих вузов Чувашии обнаружили 43 нарушения закона, проще говоря, взятки. Что самое неприятное, треть студентов относится терпимо к коррупции и готовы использовать этот механизм, чтобы получать нужные оценки. Новый учебный курс призван изменить отношение молодых людей к взятничеству и помочь им лучше ориентироваться в уголовном законодательстве. В рубрике «Правовые новости» о нововведениях в законодательстве и социальных выплатах с 1 июля. Социальные пособия с 1 июля 2021 года будут зачисляться только на карту МИР. До 1 июля 2021 года гражданам, получателям мер социальной поддержки, необходимо открыть в банке счет с привязкой к нему карты МИР, либо к уже существующему банковскому счету привязать карту МИР. При этом важно учитывать, что сами банки никаких сведений ФСС не передают. Получив карту МИР, ее держатель должен сам передать новые реквизиты. Обращаем внимание, что можно отказаться от зачисления выплат на банковские карточки и перейти на доставку через Почту России или получать пособие через банк не на карту, а на вклад. Установлен льготный проезд для семей с детьми, путешествующих поездами дальнего следования по России. Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле, как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Ограничений по маршрутам нет. Билет можно будет купить в любом направлении. Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры. В начале следующего месяца заканчивается отсрочка по онлайн-кассам для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, за нарушение грозит штраф. С указанной даты применять онлайн-кассы обязаны все индивидуальные предприниматели за исключением. Например, индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в отношении определенных видов деятельности. Самозанятых, индивидуальных предпринимателей, производящих исключительно безналичные расчеты, а также ИП, осуществляющих расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях. Екатерина Шиверова, Алина Сусметова, Николай Скворцов, Республика. Безопасные выборы. Разделить потоки людей, обеспечить всех масками и перчатками, наладить дезинфекцию. В Чувашии формируют избирательные участки и продумывают санитарно-эпидемиологические меры. Из-за коронавирусных ограничений осенние выборы пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. На выборах будут работать 28 территориальных комиссий и 1108 постоянно действующих участков. В местах временного пребывания избирателей готовятся создать 15 – УИК, 13 в медицинских стационарах и 2 в следственных изоляторах. Проголосовать не смогут только пациенты, которые на день выборов окажутся в красной зоне. Из тех стационаров, которые будут находиться в красной зоне, мы участки создавать не будем. Потому что жизнь людей – это более важное право, чем избирательное. Мне не хотелось этого говорить, но это на самом деле так. При домовом голосовании, которое было в прошлом году, на голосование по конституции его уже не будет. То есть во дворах, на спортивных площадках у нас избиратели проголосовать уже не смогут. Будет активно использоваться голосование на дому по заявлению – традиционная форма. Отличие только в том, что не только в воскресенье, но и в пятницу, в субботу. Напомню, в сентябре в республике пройдут выборы трех уровней в Госдуму России, в Госсовет Чуваши, а также выборы в отдельных муниципальных образованиях. 110 депутатов муниципальных собраний в течение года сложили свои полномочия. Эти места пока вакантны. В Санкт-Петербурге осветили воссозданный храм Рождества Христова на песках. Его автор – наш земляк, уроженец Ядренского уезда, российский архитектор Петр Егоров. Храм построили в 1787 году. В 1934-м его закрыли, а затем разобрали. Строительство нового храма началось в 2017 году. Для северной столицы это первый пример возвращения некогда существовавшей церкви в первозданном виде. Подробности в репортаже нашей съемочной группы из Санкт-Петербурга. Наш земляк, российский архитектор Петр Егорович Егоров был одним из авторов ограды летнего сада в Санкт-Петербурге. Он обладал своеобразной творческой индивидуальностью и сумел совместить металл, камень и декоративные элементы в одной композиции. Так мы, земляки, и вспоминали Петра Егорова до недавнего времени. Теперь и петербуржцы, и жители Чувашии будут знать его и как церковного зодчего, работавшего в Санкт-Петербурге еще до Монферрана и Воронихина. О возрождении храма Рождества Христова на Песках впервые заговорили в начале нового тысячелетия. Провели археологические раскопки, нашли сохранившийся фундамент, фрагменты церковной утвари. Архитектура здания воссоздавалась по старым фотографиям и описаниям. Иконостас восстановили по эскизам, которые исследователи обнаружили в музее истории города. Совсем недавно здесь было пустое место, просто ничего не было. Но вот время пришлось собирать камни, и эти камни собраны, и появился замечательный храм, посвященный Рождеству Христову, а два престола – Рождеству Божией Матери и всем святым. Поэтому сегодня у нас престольный праздник. Я всех поздравляю вас с именинами, потому что каждый из нас носит имя какого-то святого. При воссоздании храма его автор, архитектор Петр Егоров, удостоился особой чести. Теперь его имя будут слышать все прихожане церкви. Один из колоколов Христо-Рождественского храма именуется прихожанами как Егоровский или Чувашский. Надпись на нем гласит. В «Лето Господне» 2018 отлит сей колокол Егоровский в дар храма Рождества на Песках от чувашского народа вознаменование возрождения онного храма и увековечивание памяти первого архитектора и строителя Чуваша Петра Егоровича Егорова. Для Чувашей, живущих в Санкт-Петербурге, храм Рождества Христова на Песках уже стал духовным пристанищем. Человек родился, Чуваш, здесь его мы крестим. Выходит замуж или женится, свадьба и венчание здесь происходит. Уходит мир иной отсюда. Петр Егоров в одной из своих челобит написал «Родом я Чувашинин и вывезен был малолетним князем Додиане в Россию». Для нас, конечно, это особенно значимо, потому что мы гордимся своим уроженцем, мы гордимся тем, что Чувашская земля так богата талантами. По поручению главы Чувашей Олега Николаева, настоятелю храма Андрею Щербану, меценату Вячеславу Заренкову и директору фонда имени Зодчего Петра Егорова Евгению Дмитриеву вручили памятные медали «Столетие образования Чувашской автономной области». Я начал учить чувашский язык и бросил. Очень сложный язык. Но это я выучил. Более 30 лет своей жизни Петр Егоров посвятил архитектуре. Он был одним из талантливейших зодчих второй половины 18 века. Узнать о его жизни и творчестве, увидеть элементы фундамента храма Рождества Христова на песках, найденные в ходе раскопок, можно на выставке, созидающей красоту в камне, в Чувашском национальном музее. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика из Санкт-Петербурга. Чувашский национальный музей и российский этнографический музей в Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве. Приоритетными направлениями работы станут научная деятельность, образование и туризм. Когда начнется реализация проекта и что уже запланировано, вновь слове Ольге Алексеевой и Павлу Редкову. Этнографический музей в Санкт-Петербурге обладает самой крупной в России коллекцией музейных экспонатов, связанных с чувашской культурой. На этой экспозиции представлены два ереха. Это хранитель домашнего очага, божества, конец XIX века. По просьбе музея доставлены из Самарской губернии. Уникальны они тем, что выполнены из глины и завернутые в мех и ткань. В Чувашии таких экспозиций нет. Вторая часть коллекции хранится в Кунцкамере Санкт-Петербурга. Первые костюмы и элементы быта Чувашии здесь появились в 1902 году, в первый же год работы музея. В настоящее время коллекция насчитывает около шести с половиной тысячи экспонатов. То, что они физически находятся здесь, никак нас на самом деле не ограничивает к тому, чтобы их использовать, представлять на мировой арене, продвигать и делать, в общем-то, таким общедоступным источником. Собственно, ради этого мы и существуем. Элементы быта Чувашии, костюмы и головные уборы доставлены в музей из разных уголков страны. Многие экспонаты были найдены в результате научных экспедиций в Чувашию. Расскажите про эту экспозицию. Здесь представлен чувашский национальный свадебный костюм. Что здесь уникального? И, возможно, может быть, есть и то, чего нет в наших музеях. Здесь представлен костюм невесты средненезовых Чуваший, первого этапа свадьбы, когда девушка еще была в своем девичьем костюме. На ней девичье украшение, нагрудное украшение шульгеме, расшитое серебряными монетами, и девичья шапочка Тухья. Невеста находится под покрывалом, и в руке у нее полотенце, как указано в музейной документации. Им невеста вытирала слезы во время исполнения плача. Скажите про элементы. Это хушпу, я так понимаю, да? Здесь представлены головной убор и нагрудное украшение с рубанщаки замужней женщины, которые одевали невесте во время свадебного обряда. После этого она уже считала и замужней женщиной. Соглашение о сотрудничестве музеев открывает новые возможности для обеих сторон. Во-первых, обучение и стажировки специалистов из Чувашии в научно-методическом центре этнографического музея. Во-вторых, составление совместных каталогов, как в электронном варианте, так и в печатных изданиях. Первыми предметами в них станут Чувашские жениховые платки. В музее Питера хранится более 200 таких предметов. Вообще-то, конечно же, туристическое направление. Обсуждали вопрос о возможности обмена студентами в рамках живых уроков, где Чувашский национальный музей уже с 2014 года в этой программе федеральной. И в этом отношении этнографический музей готов у нас поучиться. Первое совместное событие. В рамках подписанного соглашения стороны договорились организовать в ноябре этого года. В рамках празднования Дня Чувашской вышивки выставочные площадки будут работать в двух городах одновременно. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика из Санкт-Петербурга. От бревна до произведения искусства. Фестиваль резьбы по дереву провели в Чувашском государственном педагогическом университете имени Ивана Яковлева. Ульяна Пятакова наблюдала за настоящим чудом. Бензопила и изящное искусство – вещи, казалось бы, несовместимые. Опровергают скульпторы по дереву. Отсекают все лишнее. Бесформенные чурбаны превращаются в сказочных персонажей. Основная тема фестиваля. Мы здесь бываем каждый год и очень радужно, что здесь очень красиво. И каждый год прибавляется в коллекции новые фигуры. Они в этом году очень красивые и нам очень нравятся. Чебурашка, крокодил Гена, ленивец сит из ледникового периода, Маша и Медведь. Все герои узнаваемы и любимы не только детьми, но и взрослыми. Необычного персонажа выбрал Павел Пупышев, участник фестиваля из Тольятти. По дороге в Чувашию скульптор решил, что выпилит Винни-Пуха с пятачком. Но что-то пошло не так. Вместо героев произведения Ална Милна получился Грут, персонаж комиксов. Мне просто нравится этот фильм «Страж галактики». Вот я решил изобразить. Ну и тем более здесь такого нет. Это более современно просто. Во-первых, дети сразу узнают, знают, кто это. Алексею Кузакову идею для работы подсказали собственные дети. Маша и Медведь как живые, хоть и деревянные. Я когда-то тоже был зрителем. Увидел, как все это выполняется виртуозно. Виртуозно, с помощью обычной бензопилы создаются скульптуры. И это, конечно, сподвигло меня заняться этой деятельностью. Я тоже думаю, что участвую в таких мероприятиях. Если есть зрители, они смотрят, как все это создается. Пускай не каждый, но, наверное, какой-то из, скажем, зрителей захочет этим заняться. На территории мечты работы прошлых лет фестиваля встретились с нынешними. Уже полюбившиеся скульптуры не первый год радуют отдыхающих. И, возможно, сидя на этой лавочке или вот этой, кто-то помечтает о том, что же выпилить на следующем фестивале. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. В онкогематологическом отделении детской республиканской больницы открыли обновленную семейную комнату в рамках социального проекта благотворительного фонда «Дома Роналда Макдональда». Дети и их родители получили возможность хоть ненадолго побыть в домашней атмосфере. Проект способен решить целый комплекс психологических и социальных проблем детей, проходящих длительное лечение в больницах, считают компанией «Макдональдс». Об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Для родителей нет больше беды, чем больной ребенок. Ирина Менгалеева из Ядрина приезжает в отделение с сыном несколько раз в год. Больничные стены не способствуют хорошему настроению, а это напрямую влияет на качество лечения. В семейной комнате почти как дома, особенно когда мама приготовит обед. А вы с малышом приходили сюда, в эту комнату? Да, приходили. У меня малыш очень был рад, когда увидел это все. Я очень хорошо чувствую, прям как дома. Поскольку детки находятся очень долго в нашем отделении, и любая обстановка, особенно домашняя обстановка, приводит к тому, что идет более быстрое выздоровление ребенка. В республиканской больнице семейная комната появилась еще в 2006 году. Сейчас ее отремонтировали. Кухня, столовая и гостиная позволяют на время отвлечься от тревожных мыслей. И очень большое спасибо хочется сказать вот этому фонду, дому Рональда Макдональда, который попытался приблизить мать к ребенку здесь, в этом вот не совсем простом отделении, в котором мы сейчас находимся, и немножко сгладить ту вот сложившуюся кризисную картину. Вот эта семейная комната, конечно, она не может помочь на 100%, да, то, что дети болеют, это такое тяжелое состояние у родителей, но мы привносим этой комнатой семейную атмосферу, да, атмосферу того, чтобы дети не чувствовали, что они находятся в больнице, родители находятся рядом с ними. В этом году 20 лет, как в Чебоксарах, открылся первый ресторан Макдоналдс. Социальные инициативы коллег творит чудеса. Все эти средства, которые собираются благодаря таким акциям, они приходят в наш фонд, и мы, соответственно, их реализуем и тратим на такие благотворительные проекты. Так что спасибо всем огромным жителям, республике, спасибо компаниям. Добрая атмосфера, любовь и поддержка близких сопровождают ребят во время курса лечения. Это помогает преодолеть болезнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова